Если вы смотрите этот выпуск, то можете сразу же включать один известный фильм. Потому что мы с вами находимся именно там, где снимали Иван Васильевич меняет профессию. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Это Ростов Великий. Один из городов Золотого Кольца. И сегодня как раз таки мы смотрим его. Их лещут у друга, а звезды ржатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не войдут никогда. Сейчас, конечно же, Ростов – это, если не брать Кремль и достопримечательности, пару храмов. Ну, не пару, окей, несколько храмов, то Ростов сейчас, в принципе, мне напоминает крупную деревню. Ростов является одним из древнейших городов России. И свое летоисчисление он ведет с 862 года. Когда-то давно он был центром северо-восточной Руси. Сейчас же здесь проживает около 30 тысяч человек. Очень-очень небольшой городок. Кремль Ростова-Великого. В русской литературе получивший название Ростовского Кремля. Строили его между 1670 и 1683 годах. В составе Кремля 11 башен. У Кремля есть и свои достопримечательности на его территории. Например, Успенский собор. Высота собора вместе с крестом 60 метров. Авраамиев, Багаевленский монастырь. Один из древнейших монастырей северо-восточной Руси. Если вы посещали Ярославы или другие города Золотого Кольца, то вы, скорее всего, заметили сходство между постройками того времени. Это все очень просто объясняется, так как обычаи зодчих были очень схожи. Церковь во имя Толгской иконы Божией Матери. Бестолбная одноглавая церковь, созданная в 1761 году. Димитриевская церковь Спасо-Яковлевского монастыря. Это роскошная колоннада, украшенная нишами и статуями. Выглядит красиво и интересно не только снаружи, но и внутри. В церкви до сих пор находится иконостас 1870 года. Я вам назвал только лишь часть тех церквей и соборов, которые есть в Ростове. На самом деле, церквей действительно удивительных в плане архитектуры и истории куда больше. Помимо духовной части, в городе есть и развлекательная. Вот несколько мест, которые понравятся каждому. Музей Фенифти. Фенифть – это один из видов прикладного искусства. Изготовление художественных произведений при помощи стекловидного порошка. Вот если вам интересно, заходите в музей, и вы сможете увидеть уникальные изделия фабрики. Дом ремесел. Здесь есть возможность познакомиться с традиционными народными промыслами, изучить музейные экспонаты и работы современных мастеров. Музей царевной лягушки. Здание полностью посвящено данному сказочному персонажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok